Новые законодательства по капитальному ремонту, это тоже внесено в жилищный кодекс, и сейчас областной закон уже принят в третьем чтении, единственное, что нам не сказали, на какие цифры они вышли, то есть, я так понимаю, еще, наверное, окончательно мы вышли, да. Нам говорили, значит, 7 рублей, 7,40 с квадратного метра жилья оплата за капитальный ремонт. Ну, ведь он же сказал, 2 и 3, более. Нет, каждый регион определяет по слову, каждый регион сам определяет. Ну в Питере 2 рубля, ну почему у нас-то 7? Вот так. А потому что так захотели. Теперь. Причем там дома, столетние дома, 2 рубля. Давайте потише, ну как бы сдерживать. Дайте слово. Да слов-то нет, одни фразы. Нет, давайте мы его послушаем, а потом он говорит. Принято, что аппарат этого фонда с тех денег, которые мы будем сдавать, не может на себя тратить ни копейки. Он будет существовать на деньги, специально выделенные из бюджета Ленинградской области. И там дальше два варианта. Либо решением, да, кстати, с момента выхода этого постановления, то есть закона Ленинградской области, у собственников есть один месяц на то, чтобы принять решение. Там с 1 июня уже должны пойти платежи. Собственники на собрании, в общем, должны решить, куда они сдают в этот котел или же они сдают на специальный счет, созданный для своего дома. Для своего дома могут открыть счет только те, у кого управляет Коператив Женска, либо ТСЖ. То есть большинство из нас управляют управляющими компаниями. Это та система, которая не позволяет нам открыть свой спецсчет для того, чтобы вносить платежи по капитальному времену. Понимаете? Но организовать ТСЖ, открыть спецсчет, если все делать оперативно, в принципе, да, это можно. Дальше, как это будет реализовано? Опять же, по тому, как предлагает правительство Ленинградской области. Как это будет реализовано? Они говорят, что сейчас идет работа над составлением полного перечня наличия квартирных домов Ленинградской области. На основании этого перечня будет разработана программа по очередности проведения капитального ремонта. В зависимости от срока введения жилья. Ну и фактического состояния, если там действует аварийное. Значит, аварийное жилье должно с этого перечня уйти, оно должно финансироваться совершенно по-другому. Это то, что Медведев сказал в течение двух лет, с аварийным должно быть подключено. Так вот, в эту программу, допустим, вот мы с основным порогом, попадает, к примеру, мы в одном доме живем, наш дом попадает в эту программу на 2015 год. Мы платим деньги, вот, уже получится два года, да почти. И вот эта программа должна неукоснительно выполняться. Более того, она распространяется как на фонд вот этого регионального оператора, так и на спецсчет. То есть, не имеет разницы, то ли вы на спецсчет деньги кладете, то ли вот в этот общий котел. Но если приходит срок, вы обязаны выполнять те работы, которые запланированы. Понимаете? То есть, вот две ситуации. Если мы сдавали в котел, то тогда, значит, с котланом придут, допустим, положенные там два-три миллиона или сколько капитальный ремонт. Нам капитальный ремонт сделают, мы будем дальше платить, но своих денег мы уже не увидим, но зато у нас есть капитальный ремонт. И другая ситуация. Если мы платим на свой спецсчет, приходит срок, а на спецсчете еще с Булькин нос. Денег нету, то есть, все равно придется со своего кармана доплачивать до обязательной суммы, ну там, какие-то рассрочки, еще и так далее. Но, то есть, нас заставят оплатить и сделать. Как это будет решаться, сейчас вы можете спросить. Есть же сейчас и установить правила у вас в Е. Вот, вот сейчас, без этого фонда, мы собираемся на научное собрание и сами решаем, необходим нам капитальный ремонт или необходим. Нам, в управляющей компании, в глаз, рыка течет, мы говорим, да это не течет, мы не хотим делать, и никто делать, в принципе, не будет, если мы отказываемся, понимаете. А здесь, получается, обязаловка. Как это будет регулироваться? Вот сейчас абсолютно непонятно. Теперь, самое большое, и в этом вот правительство высказало свои опасения, ну, даже не правительство, а глава Кировского. Вам сказало, что на 30 лет ни одна программа на столь долгий срок не разрабатывала. Почему? Если мы в 15-м году, грубо говоря, в 14-м году начнем, то до 30-го года... Спрашивать не стоит. С некого будет спрашивать. Вы посмотрите, что делается у нас, вот, за короткое время, да, управляющей компанией Комфорт. Воленберг, Камиров, Абрамов, сейчас еще кто-то подойдет. Это за очень короткое время, с кого спрашивают? Мы концовы не найдем, я не знаю, как тут все будет работать. Но, это я говорю, что вот, как подарок нам, понимаете. Ну, по тарифам, значит, то, что эти снабжающие организации, все сейчас не могут сводить концы с концами. Это общее, вот, по региону, они не знают, как им ремонтировать сель. То есть, они все на ладан дышат. Вот, казалось бы, да, население платит много, а куда они не деваются, они не могут подобраться толку. Вот, как это будет решаться, не знаю. Я просто вот это отступление сделал, к сожалению, оно очень большое. Просто потому, что нас, вот, впереди, нас ничего такого светлого нет. Вот, не будет такого, что мы сейчас, в декабре, говорим о проблемах. А в яблоне, там, такого, 11-го, да, выходим на работу, а нам говорят, вот вам. Все, тут теперь просто, тут теперь просто, а здесь вообще одно окно пришел, и теперь все проблемы вы решили. Этого не будет. Поэтому я предлагаю продолжить работу ту, которую мы вели. Так? Николай Петрович, извините, пожалуйста, вот вы скажите, капитальный ремонт. Объясните людям, может, не все знают, что это такое капитальный ремонт. Что подразумевается? Под капитальным ремонтом подразумевается. Вот сделают там, ажутрышую. Мы сегодня не обучили. Нет, мы сейчас обучили. Давайте, если есть такая необходимость, она обязана, пожалуйста, быть. Мы будем собираться, и все, может, у нас сзади попалось. Ну, капитальный ремонт. А потому что капитальный ремонт, опять же, вот сейчас, каждый дом собирает общее собрание и определяет, что он хочет отремонтировать. В капитальный ремонт входит, скажем так, все, что не вошло в текущий ремонт. Ну, я не могу перечитать.